Давайте тогда мы сначала сейчас разбираем этот кейс. У меня тема еще одна, не очень большая. Но я считаю, что нужно полностью разбавить, рассказать, обсудить, а дальше мы с вами уже начнем тестировать. Тестировать на живых примерах. То есть я постараюсь какие-нибудь примеры подготовить, что нужно сделать. В принципе, если есть какие-то идеи, пожалуйста, поставляйте. Потому что, ну, тоже интересно. Потому что готовиться надо. Интересно было писать тест-кейс? А тест-кейс или чек-лист-кейс? А, чек-лист-кейс или чек-лист-кейс? Чек-лист-кейс. Ну, так. Мне понадобилось немного подняточка послать ситочка. Ну, только неудобная. Неудобная? Почему? Не знаю, может быть, это для меня так. Чтобы что делать? Чтобы составить чек-лист, правда, я не распечатала чек-лист. Просто потом, когда там пару дней, она исчезла, эта форма регистрация. Да? Да, она исчезла. И хорошо, что я хотела бы сделала вот это. Ну, да. А, форма регистрации? А, да. Там сами заблокировали. Да, да, да. Ну, я указала, что если нет этой формы регистрации, то... Ну, я... Ну, я... Ну, я бы форму на там... Я не буду сходить. Я не начала фондозировать, я взяла регистрацию. О, да. Там очень клево, кстати. Что-нибудь не так сделала бы. Просто не срабатывает кнопка регистрация. Внизу высвечивается. Представляешь, как вы тестировали вообще? Как вы тестировали. Ну, да, это хорошо. Я бы, да, думала, что еще взять все вот это. Хорошо. Сейчас тогда разбирай, мне тоже себе будет захотеть. Вообще... Там листарты, запуск этого всего. Видимо, нет. Эш, да. Да, да, да. В баге там добавлена новая функция. Называется интеграция в U-Track. Я сейчас объясню. Это как раз связано с тем, что сегодня я буду объяснять. Интеграция в U-Track — это... Ты понимаешь, что баг, ну, то есть, ты видишь, жмешь там... Завести баг, и он сразу доводится без каких-то дополнительных манипуляций. Давайте разберем, кто хочет показать пример. Я прибегусь в какие-то моменты, скажу, что стоит избегать, чего стоит там дополнить. Вот. Есть кто-нибудь? У меня вопрос есть. А ситчика — это, получается, баг-трекинговая система или... Нет. Она что-то интеграция есть с... Нет. Баг-трекинговая система — это отдельная тема. Пример баг-трекинговых систем, самых популярных — это Jira. Самая популярная баг-трекинговая система — это Redmine. Это... Тайга новая, она сейчас в бета-версию тоже можно в Redmine посмотреть. Что еще? Ну вот. А! Да. А Бокзилла? Ну, поскольку кто любит Бокзилла, то есть такое... Их довольно много, они довольно распространены. Есть бесплатная, есть платная. По-моему, Redmine — бесплатный. Jira... Платная. Платная? Нет. Еще как платная. Да. Jira, помимо того, что платная, она еще очень перегруженная. Не люблю Jira. По какому принципу в компании подбирается баг-трекинговая система? Она подбирается в зависимости от того, по какому типу ведется проект. Объясню. У нас, например, Scrum. Может быть, кто-нибудь слышал такое? Ну, понятно. Вот. А Scrum-система, она подразумевает собой непрерывный поток задач. То есть, по сути, эмулируется доска и тебе... Ну, это система разработки. И тебе постоянно капают задачи. То есть, у тебя на один день одна задача. Ты берешь задачу, допустим, ну, разработчика задачи реализовать форму реализации авторизации. Он садится, он пишет, он пишет, что вот... Ну, то есть, он реализовывает функционал, он пишет, сколько времени он на это запратил. И каждое утро у нас есть митинг, так называемый... Да, я хожу на митинги каждое утро. Вот. Так называемый митинг или стендап, ну, ну, не важно. Где мы рассказываем, что мы делали и что мы будем делать. Понимаете? Ну, это система управления проектом. Я на это выделю отдельную лекцию. Это очень интересно. Это не столько относится непосредственно к термингу, как, в принципе, к всему циклу разработки. Вот. Те, кто работают по Scrum обычно используют Jiro. Вот. Ну, неважно. Для вас, наверное, пока пустые слова. Так. Ммм. Еще раз. Как это запутано? Офпеть. 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 Да. Я долго думала, как ее назвать. Называлась Scrum's Buggy. Ммм. Искать баги – это очень интересно, на самом деле. Но момент передачи этой информации максимально точно до всех участников разработки, это большая проблема. Я однажды получила в руки отчет по багам вот с такими большими блестящими глазами от своего начальника в три листа. Вот. Задержалась там следующий. Точки работают неверно. Следующий пункт. Не слишком хорошо кипятиться. Я подхожу так. Объясните, пожалуйста. В общем, мы очень долго разбирались с этими багами. В итоге, там, точки работают неверно. Это, в моем понимании, нажать на включение, нажать на 171-й чайник, то есть на какую-то определенную модель чайника, нажать режим кипячения, запустить режим кипячения, и там должны отображаться точки, они отображаются неправильно. Я это поняла, потому что этот проект вижу каждое утро, каждый день и каждый вечер. Но человек, который пришел только в проект, никогда бы не понял и догадался, что вообще происходит. Поэтому очень важная задача научиться правильно заводить баги. Баг или дефект. Это официальная терминология. Документ, описывающий ситуацию или последовательность действий, приведущий к некорректной работе объекта тестирования с указанием причин и ожидаемого результата. То есть, мы пишем, что мы сделали для того, чтобы добиться этого результата, мы пишем, что мы ждали от результата, и мы пишем, какой результат мы в итоге получили. Помимо всего прочего, она имеет много дополнительных атрибутов. Сейчас я начну. Да, основные поля, скажем так, дополнительные атрибуты – это то, что сопутствует описанию бага. Мы должны указать, насколько, по нашему мнению, это важно. Мы должны сказать, кто это нашел в системе баг-трейдинга, это важно. И мы должны обязательно сказать, кто это должен поправить. Ну, назначить ответственно. Ну, собственно, что имеет заголовок, короткое описание. Например, регистрация не работает от корректного логина. Допустим. Ну, краткое описание. Проект, название тестированного проекта – это проект, с которым мы работаем. У нас бывает в компании несколько проектов. Ну, соответственно, мы указываем, в каком проекте. Номер версии, если мы говорим, например, о веб-сайте, мы обычно ставим дату. Если мы говорим о приложении, мы ставим версию сборки. Статус бага. Про статусы я расскажу чуть больше. Статус бага – это new and process. Отложенные до выяснения обстоятельств. Ну, то есть, понятно. Изначально он ставится всегда в new, новый баг. Мы его нашли, вот, пожалуйста. Автор – создатель бага. В данном случае тестировщик. Он пишет, что я нашел, я создал, я завел. Обычно выставляется автоматически, кстати. Назначено, но это ответственно. Это ты примерно прикидываешь разработчика, который писал это. Может это и ставить. Серьезность – это насколько этот баг важен для компании. Грубо говоря, насколько он, можно сказать, дорог. Но это будет, наверное, совсем корректно. То есть, ну, попробую сейчас пройтись по пунктам. От самого меньшего – тривиальный. Тривиальный – это кнопка старт белого цвета, а не зеленого. Это шрифт текста некорректный в каком-то конкретном месте. Это, не знаю, ну, понятно. Незначительный примерно к той же категории относится. То есть, ну, вот. Значительный – это, ну, например, на функциональности особо не повлияло, но выглядели отвратительно. Ну, например, там, расколбасил овертку. Такое звучит. Критический – это то, что надо обязательно поправить. Это, например, нельзя зарегистрироваться. Это критично. Он же блокирующий. Да, ну, нет. Критический – это не так. Ну, допустим, форма регистрации работает некорректно. То есть, зарегистрироваться можно, но это нужно сделать там с пятого раза и вообще не очень удобно. Блокирующий – зарегистрироваться нельзя. То есть, все. То есть, мы не можем продолжить работу с устройством, с приложением, с сайтом. Ну, стоп. Блокер, да. Также есть приоритет. Очень часто путают, потому что в некоторых системах вактрекинга, например, в той же джири, они это совместили в один пункт. То есть, они один опустили, они их связали. Но вообще это разные вещи, я объясню, в чем разница. Собственно, лол – низкий приоритет. Понятно, это делать надо когда-нибудь потом. Ну, я об этом скажу. медиум, соответственно, ну, обычный и высокий. Это вот прямо надо сделать срочно. Окружение. Мобильное устройство, на котором тестили. Браузер, версия браузера, который мы тестировали. Информация об окружении, на котором был найден баг. Ну, то есть, Windows 7, Windows 8, E, Explorer 6. Ну, и так далее. Понятно. Также в описании входят шаги воспроизведения. Это то, о чем я вам рассказывала. То есть, мы составляем последовательность, как мы это сделали. Фактический результат – это то, что мы увидели в итоге. И ожидаемый результат – это то, что, по идее, должно было быть. Тестировщики, как я выяснила на форумах, дико спорят на тему того, что должно быть раньше. Ожидаемый результат или фактический результат? Кто-то считает, что фактический. Это как спорить про политику. Кто так? Кто так? Я ставлю так и так в зависимости от того, что первое придет в голову. Ну, когда я считаю корректным одно, когда другое. То есть, когда я считаю, что последовательность завершить удобно багом, а потом писать, ну, вообще-то должно было быть вот так, а не вот так. Вот. То я пишу сначала получившийся результат, а потом, что ожидалось. Иногда, когда это удобнее, я пишу, там, зайти, сделать то-то, сделать то-то. Ожидаем получить вот это, а вот это мы не получили. Вот. Ну, соответственно, это зависит от ситуации. Прикрепленный файл, это наши великие скриншотики. Очень часто разработчики любят говорить, что нет никакой фичи, мы прикладываем техническое задание, с красным выделенным, что вот, пожалуйста, вот тут надо сделать так, ну, к примеру. Это может быть еще какой-нибудь дополнительный документ, все что угодно. Это может быть дополнительный файл для исправления этого бага. Например, у нас написаны некорректные тексты, там, например. Очень частая, кстати, проблема, когда разработчики пишут формы регистрации сами, что, извините, пароль введен неверно, попробуйте снова. Ну, как это пишут обычно. Разработчики могут написать, типа, неверно введен пароль. Вот. Ну, вот такие моменты. Например, вот эта правка, она предполагает какие-то дополнительные файлы. Вот. Это разность, как раз то, что я говорила. Серьезность бага и приоритет бага. Серьезность – это атрибут, характеризующий влияние дефекта на работоспособность проложения. Вот. Приоритет – это атрибут, указывающий на очередность выполнения задачи или устранения дефекта. Ну, да. Чем быстрее, нужно исправиться. Объясню. В одном случае мы просто указываем, насколько грубый баг. То есть мы указываем с точки зрения себя, как мы его оцениваем, как слабый и незначительный. А что-то есть общее со статусом, что вы объясняли перед этим? Что именно общее? Серьезность и статус? Статус – это то, что было. Ну, статус, баг. Открытый? Да. В процессе. Нет, вы уже объясняли. А, статус – это новый. Статус – это другое. Это то, у каждого бага есть свой жизненный цикл, так называемый. Нет, не дала страшно. Перед этим тоже было про приоритеты. Сейчас покажу. Я поняла, о чем это. Вот это и вот это. Да? Да, да. Это оно. Вот, да. Вот как раз я сейчас объясняю, в чем разница, в принципе. А, все это. Вот. То есть, есть серьезность бага, а есть его приоритет. Я испытала серьезность и статус. Угу. Так, тихо. Да. Это ребук, характеризующий. Ну, понятно. То есть, в одном случае мы указываем, насколько оно критично, в принципе, в нашем понимании. А в другом случае мы указываем, насколько срочно это нужно поправить. Но, как правило, одно следует из другого. Ну, то есть, если баг грубо, то его надо поправить вот сейчас. Ну, потому что, ну, понятно. Поэтому некоторые баг-трекеры это совместили. Вот, у меня, у баг-трекера это совмещено, например. Вот. То есть, я пишу вот именно приоритет, как он будет лизать. У меня только вот этот момент. Вот. Заработчик сами решает, как скоро будет лизать. Ну, и так далее. Так. Дальше. Серьезность дефекта. У меня почему-то написано с блокером. Давайте пойдем от самых страшных самых слабых. Вот. Собственно, что я рассказывала. Блокирующие. Это ошибка, приводящая приложение в нерабочее состояние, в результате которой дальнейшая работа с тестированной системой или ее ключевыми функциями становится невозможной. Вот. Ну, например, мы не можем сойти на страницу регистрации. На сайт от Valios. Это блокирующий баг. Потому что мы не можем проверить все остальное. Критическая ошибка, неправильная работающая ключевая бизнес-логика, которая в системе безопасности. Проблема, приводящая к временному падению сервера или приводящая нерабочее состояние некоторую часть системы. Ну, например, не работает форма оплаты. Или она работает неверно. Например, мы можем случайно зайти в админскую, в админские настройки. Ну, то есть, вот такие моменты, они, в общем, это критический баг. Значительная ошибка. Ну, этот баг и обыкновенный, который есть в ресторане. Ну, он же, да, он же, ну, мажор, его еще норму называют довольно часто. Ну, нормальный, обычный баг. Я не знаю, как это описать в моем понимании. Ой, ошибка. Ой, нашла. Ой, разработчики пролюбили. Надо завести. Вот. Незначительная ошибка. У меня, Mirror, но я незначительные ошибки обычно отношу к косметикс. У нас есть тип бага косметикс. То есть, разработчики сильно ругают, когда баг багом называют. Это называется косметик. У него на функциональность не влияет, оно не такое красивенькое, как хотел дизайнер. И все остальные. Понятно. Тривиальная ошибка, не касающаяся бизнес-логики приложения, плохо воспроизводимая проблема. Вот. Вот это интересно. Малозаметное посредством пользовательского интерфейса. Про тривиальное вообще есть такой интересный момент, что бывает серьезный баг, например, падение приложения, но он воспроизводится каждый пятый раз. Ну, то есть, даже не каждый пятый, а вот в какой-то момент он воспроизводится. В какой-то ты не можешь выследить последовательность. Оно от тебя не зависит. Вот. И тогда изначально баг, который там критическим мог бы быть, он становится тривиальным. Потому что его невозможно отловить. Потому что мы не знаем, я не знаю, как объяснить разработчику, как его найти. Соответственно, если он его не видит, он не может его поправить. Соответственно, статус у него становится тривиальным и любым значительным. Ну, это такая дополнительная особенность. Это тонкость. Каждый решает по-своему. Я, например, ставлю режим нормалу и всегда пишу, что баг на стабильней. Вот. Ну, это, например, может связано быть с отдачей сервера. Мы не можем это никак поймать. Ну, другая градация, соответственно, приоритетность. Не запутались? Нет. Хорошо. Высокая ошибка должна быть исправлена. Можно быстрее. Понятно. Вот прям сейчас. Ошибка должна быть исправлена. Ее наличие не является критичным и требует обязательного решения. Вот. Ошибка должна быть исправлена, но ее наличие не является критичным и не требует срочного решения. Собственно, приоритеты. Сначала решаются хайтовые, потом медиум-тунглог. Понятно. По выходу в релиз, когда мы тестируем, мы находим много багов. И с высоким, и с средним, и с маленьким приоритетом. Высокие обычно обязаны быть поправлены к следующей сборке или к следующему релизу. Средний. Очень желательно. Очень желательно. Низкий обычно эмигрирует из сборки в сборки и фиксится, когда уже все основные фичи были доделаны. Ну, вот такая особенность. Написание баг-репорта. Ну, первый важный момент, что да, действительно, это все-таки технический документ, в связи с этим, что язык описания проблемы должен быть техническим. У меня есть замечательный пример, когда я очень долго сидела и думала в начале своей рабочей практики, как написать баг о том, что кнопку распидорасила. Не больше, не меньше. Еще раз пидорасила. Вот. Но надо было это как-то описать технически правильно и корректно. Вот. То есть там не сказать, что она уехала. Не сказать, что она как бы вот... Вот. Мы подбирали долго слово, в итоге там было что-то написано, некорректная работа кнопки найти при наведении курсора мыши. Верстка отображает некорректный результат. Ну, короче, там вот такая какая-то была конструкция, но вот можно было заменить с ним словом. Этим словом менять и не стало. Увы. Это документ. Вот. Ну, соответственно, да. Если мы говорим о написании тест-кейсов, edit-box, list-box, combox, link, текст-рейн и так далее, button и так далее. К слову об английском. Не знаю английском, я спокойно заводила баги и завожу баги. Ну, то есть я его узнаю. Ну, вот сейчас я его узнаю. Вот. И писала отчеты просто потому, что технически английский он очень простой. Клик, button, какой-то результат. То-то, то-то, то-то. Всё. Это очень просто назвать. Технически английский он простой. Аналогично. Да. Аналогично с результатами. Неррор-месседж. Ну, и так далее. Отображается ошибка на дисплее и так далее. Вот. Дальше. Крепкий пример по лямбак репорта. Короткое описание. Я уже говорила. Серьёзность. Шаги к воспроизведению. То, что я писала. Я ещё расскажу, покажу в примере. Обязательный результат. И обязательно, что нужно ждать. У вас. Видите? Сначала не стоит, а потом уже даю. Вот. Вот так. Короткое описание. Ну, опять же, я иду по каждому из этих пунктов. Ну, пример короткого описания. Вот. Он же заголовок. Не знаю. Какая-нибудь ошибка в регистрации. Вот. Ну, вот. Как бы вы описали, например, заголовок, что в вашем интернете магазине не происходит регистрация при регистрации с помощью социальной сети ВКонтакте. Например. Ну, заголовок. А, а сейчас не было заголовок. Так нельзя написать. Проверка регистрации ВКонтакте. Нет, не возможно регистрация. Проверка регистрации ВКонтакте. Если у нас был только чек-лист или ещё что-нибудь. Вот. Невозможно регистрация с помощью учётной записи ВКонтакте. Что именно такое? Угу. 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 Положение зависает, скажет, мнение воспроизводится и отправит вам назад. Соответственно, вот вся нужная информация. При этом дополнительные полемники там разводить ни в коем случае не надо. Вот. Ну, соответственно, да. Второй пример тоже там будет. Собственно, принцип построения бага. Это еще один из принципов. Где, что, когда. В каком месте интерфейса или функциональности баг? Так, что происходит и в какой момент работы? Ну, соответственно, до того, как вы зарегистрировались, после того, как вы зарегистрировались. Когда вы покупали товар, когда вы подключались в приложение, когда вы отключались от приложения и так далее. Опять же, ну, потом прочитайте это все подробно. Вот. Собственно, в каком виде, вот как раз вопрос о спорах. Разъясняется, что удобнее именно сначала. Ну, вот та последовательность, которую я объяснила. Но мне кажется, что всегда нужно придерживаться в каком-то стандарте. То есть, да, покажу потом. Собственно, пример бага. Шаги в воспроизведении. Войдите в систему. Пользователь в тесте найдет пароль. Вход в систему осуществлен. Кликните линк профайл. Страница профиля открылась. Сведите новое имя пользователя в тестер 2. Нажмите кнопку сохранить. Результат. На экране появилась ошибка. Новое имя пользователя было сохранено. То есть, ну, то есть, мы, они написали, что мы сделали и что мы получили. Дальше мы пишем, что мы должны были получить. Страница профайла перезагрузилась. Ну, понятно. Опять же, все вот эти кишки, типа, там, стрелочка, обозначение кнопок. Это, кажется, индивидуально использовать. Я люблю такие строчки. Вот. Какие-то вопросы есть? Тест кейс и шаги к воспроизведению. Баба – это разные вещи, правильно? У них есть общие. Я это вижу. Да. У них есть очень много общего. Собственно, общее заключается в том, что наша задача очень кратко донести до человека, что мы сделали. При этом не используя лишней полемики и не сокращая настолько, чтобы это было непонятно. Понимаешь? Да. В данном случае, если мы пишем тест кейсы, мы пишем, что мы должны сделать и получили вот этот результат. Мы убедились, что результат получу, мы идем дальше. А здесь мы описываем именно результат бага, правильно? Да. А здесь мы описываем, что вот, допустим, это кейс. Вот, допустим, это не описание бага, это тест кейс. Да? И вот мы дошли до ожидаемого результата, да? Мы должны были вот это получить, и мы это не получили. Вот. И мы берем этот кейс и как бы пишем, что получили не это, а вот это. Понимаешь? Да? Ну вот. Да, они схожи, они делают что-то для единого. Это, кстати, к вопросу о чек-листах. Почему чек-листы могут быть неудобны? Потому что в случае чек-листа, чек-лист, ну, как вы заметили, он делает действие-результат, действие-результат, действие-результат. Понятно, да? Сможем кистить важные моменты, например, если мы сделаем синхронизацию. Он превращает кейс в баг. Понятно, да? Там нужно, сейчас я прикинула, неудобно. Вот. Ошибки. Так. Ну, не всегда одна и та же проблема проявляется при всех в один изначениях. Да. Это проблема, которую, мне кажется, каждый новичок страдает, и каждый новичок ею, скажем так, со временем уходит. Например, у нас есть... Так, сейчас поинтереснее пример придумаю. А, например, ты тестируешь. Ты тестируешь там в какой-то определенной среде. Ты там пишешь, что вошел, зарегистрировался... А, зашел, зарегистрировался через ВКонтакте. Там, зашел на такую-то страницу, покликал то-то, то-то. Там, загрузил картиночку. Ну, я сейчас пишу, объясняю полную клинику, ну, чтобы вы поняли, да? Потом зашел на страницу настройки, кликнул туда-то, там, кликнул, там, например, регистрация, ну, кликнул какую-то функциональность, потом зашел там на какую-то страницу, кнопка не работает. Вот. В данном случае было достаточно зарегистрироваться, неважно как, и зайти на ту страницу, видеть, что кнопка не работает. Вот та полемика, которая, там, то, что оно зарегистрировалось через ВКонтакте, то, что оно, там, мы зашли предварительно, сохранили где-то картинки, это все лишнее, это писать не надо. Это никак не влияет на функциональность. Например, есть баги, которые воспроизводятся только в случае, если мы регистрируемся через социальную систему. Например, типичный баг. Мы регистрируем свой аккаунт в приложении, в мобильном приложении, через социальную сеть ВКонтакте. Мы ждем зарегистрироваться ВКонтакте. Мы заходим на страницу пользователя, там, там, аватарка и прочее, у меня личные данные указаны, приложение падает. Понятно, что мы в этом случае пишем регистрацию в социальной сети, потому что регистрация в социальной сети, это и есть причина, одна из. И, там, переход на страницу личного пользователя, ожидаемый результат страницы личного пользователя, фактически результат краш-приложения. Кстати, это критика. Вот, соответственно, ну вот, пример. Если мы при любой регистрации заходим на форму пользователя и получаем краш, то нам неважно, через ВКонтакте, не через ВКонтакте. Мы пишем регистрация, вход на эту страницу, и результат краш. Понятно. Я иногда в описании бага, если оно слишком очевидно, опускаю пункт ожидаемый результат. Иногда. Но вообще этого делать не стоит. Понятно. Возвращение серьезности. Ну, соответственно, слишком сильно фицеоза не надо, потому что обычно фицеоза несет с собой огромные логические тяжелые предложения, и программист скажет «Чё?». Вот. Притом он скажет именно вот так, потому что я слышала, я строила эти предложения. Вот. Аналогичная система кнопки «Разгидорасила». Вот. То есть это можно потом скопировать, ссылку на баг и написать, что тут, 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 тут. Вот. Как правило, вот так и происходит. Язык описания. Часто при описании проблемы используются неправильные терминологии или сложные лечевые обороты, которые, ну, это как раз вследствие слишком перегруженных. Заблужнение человека ответственного за решение проблемы. Понятно. Ну, понимаете, да? То есть там. У меня были какие-то, пожалуй, очень яркие, живые примеры. Надо поднять свои архивы. Я, конечно, записала, к сожалению, я вас не вспомню. Ну, например, когда, там, например, ты описываешь кнопку, которая поехала. Вот как я это рассказывала. Что некорректное отображение, верстки там, и так далее, и так далее, и так далее. Человеку просто тяжело будет прочитать. Иногда проще написать некорректное, ну, то есть кнопка выглядит некорректно, смс-скриншот. Вот, всё, это проще. Отсутствие ожидаемого результата. Вот то, что говорят, то, что я иногда опускаю, и то, что опускать нельзя. Слишком часто этим пользоваться нельзя. Иногда это слишком очевидно, и как написать это, ну, вот. Но вообще этого делать не стоит. Жизненный цикл блага. Резакт прищурится, что всё. Я всё расскажу подробно, это скорее для меня, на самом деле, так что не пугайтесь, здесь всё проще, чем оно выглядит. Оно выглядит совершенно ужасно. Вот, по пройденному, рассказанному, есть ли какие-то вопросы, я сейчас хочу, вот, прежде чем вы вот это всё начнёте продолжать, чтобы вы вот-вот-вот-вот поспрашивали. Хорошо, давайте пример. Можно мне ручку и какую-нибудь кисточку? Можно ли кисточку тащить? Пока всё не находит? А, это не находитесь, это не находитесь. Ну, значит. Например, баг... Сейчас я... Ну, кнопка «Найти не отображает текст». «Давайте попробуем составить на неё баг». Вот просто, к примеру, вот как бы вы это сделали. Например, у нас есть интернет-магазин, в котором вверху, ну, знаете, вот вверху всегда есть шапка сайта, и вот здесь общий поиск. Например, кнопка «Найти» «Найти не отображает текст найти». Элементарно. Всё остальное проложение работает, неважно, зарегистрировано или зарегистрировано. Как мы это опишем? То есть, получается, это не функционально, это незначительно, да? Да, но для начала нам нужно решить, как мы это назовём, чтобы разработчик понял заголок. Отсутствует наименование кнопки в поиске. Отсутствует, вот к вопросу о перегрузах. Отсутствует наименование кнопки. Вот программист скажет, что? Она есть? Кнопка есть. Ну, то есть, о, у нас есть доска. Раз, у нас есть доска. Допустим, у нас так. Вот тут, значит, строка поиска. Вот, а тут кнопка, кнопка обычная, не написано найти. Раньше всегда было написано, вы это видели, но вдруг в какой-то сборке, допустим, она отображается вот тут. Ну, вот уехала. Вот. Итак, заголовок. Кнопка поиска. Так, кнопка поиска где? У нас есть еще страница поиска, например. Это большой интернет-магазин. Кнопка поиска на заглавной странице. Ну, хорошо, мы перейдем в страницу покупки товара. Шапки будет отображаться в этаже разъехавшейся кнопкой. В форме поиска кнопка найти не подписана. Ну, или съехала. Ну, в шапке. Да, так и пишем. В шапке сайта, всего сайта, ну да, кнопка найти некорректно отображать, ну, некорректно. Можно кратко. Понятно. Заголовок. Давайте я напишу. Кнопка найти. Это уже немножко на описание похоже, да? Да, но это очень краткое описание, которое главную суть проблемы. Это вообще целое искусство, правильно написать заголовок, на самом деле. Кнопка найти некорректно отображается. Или некорректная верстка кнопки найти в шапке товара. о, о, Давайте. Да, собственно, я сейчас объясню, что я этим имею в виду, то есть... нам не нужно писать о том, что кнопка найти находится в верхнем левом углу. Нам не нужно написать, что она отображается везде. Если ему это надо, ну, разработчику это надо понять, он зайдет в описание. В суть ему ясна. Дальше. Сейчас. Давайте отлистаем назад, чтобы саму ничего не упустить. короткое описание в проект. Название проекта мы опускаем, у нас нет проекта. А в заголовках-то есть короткое описание? М? Заголовок-то и есть короткое описание, да? Да. Я думала, просто заголовок и еще описание. Нет, нет, я сейчас перепишу, потому что я его задолоком называю, но еще раз говорю, нет, чуть точно, термологи, я его как назвал. Да. Так. Я не знала на английский. А, то есть, потом описание идет после этого уже. Идет. Еще описание. Название проекта, например, версия, так, чтобы всем было понятно. у меня, кстати, есть скриншот реального бага в проекте, в котором я работаю. Ну, просто, чтобы вы поняли, как они. Project. Название тестированным проектом, например, понятно. нет, даже вот так. Номер версии. Это, как, знаете, в андроиде, например, каждая версия сборки называется в честь какой-то сласти. То есть, там, есть KitKat, есть, там, какие... Леденец. Леденец был, да. И шутка, что когда-нибудь они создадут сборку диабет. Статус бага. Статус обычно вставляется автоматически, но можно его... я объясню, для чего статус там дальше будет определено. Это как раз в жительном цикле относится. Автор назначено, ну, соответственно, ту... А, имя сферка это основной пресрабочек. Нет. Нет. Сейчас. Вы не подумайте, я подрою фамилию. Затем назначена да. Серьезность. Как думаете? Незначительное. Незначительное. Вот, я сейчас вам пример объясню. Короче. Серьезность. незначительное, да, то есть минор. Круто. И приоритет. Вот тут интересно. Как вы думаете, какой приоритет? Я начну вверх стирать. Я поставила в средний. Почему? Потому что надо исправить, ну, и прям обязательно. надо исправить, потому что надо хватать и не понравится. Для пользователей это будет важно. Очень важно. Видеть, не увидеть. именно для пользователей. Поэтому, к следующему релизу, надо обязательно смотреть. Это все очень верно. Очень сильно зависит, на что, на правдивый продукт. Если мы делаем четкий упорный дизайн, то, что все должно быть отлично, то приоритет отправки не стоит. Понятно, почему. То есть, баг, в принципе, он как бы вот меру. Но поправить надо срочно, потому что, если это увидеть начальник или там заказчик, то ему все равно там, что баг, что косметикс. Это отличный наш спор с разработчиком. Ну, это же косметик, зачем его поправить? Ну, здравствуйте. Вот. Соответственно, да, да, да. Ну, это, наверное, все-таки медиумы. Приоритет. Что смешно, очень часто в очень часто в баг-трекерах именно приоритет, но атрибуты серьезность. Ну, каждый сам. Как-то. Медиум. Я пишу на английском и минор и все, потому что все блат-трекеры обычно называются на английском. Даже в русских блат-трекерах. Понятно. Так. Окружение. Ой. Ну, понятно. С приоритетом. Все равно сейчас буду писать описание бага. Чего? Махайте. Там. Минут сайда поправьте, если не там. Допустим. Ну, например. Понятно, да? Это важно, потому что, например, в винде все ок. Опять же, приоритет мы... А, кстати, еще такой момент. Приоритет правки может быть вот этой кнопки может зависеть еще и сильно от окружения. Потому что в случае, если это линукс-бунту, уж, простите, линукс-ойды, но это будет лоу. Совсем лоу. Объясню почему. Потому что пользователь убунты процентов 5 во всем мире. А вот на винде сидят 80-70. Кстати, хронов для вообще-то есть хронов между делом. хронов Я слышу. Я слышу. Я слышу. Сейчас, 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 нет, сейчас. А, сейчас. Запущенный через какой-нибудь аналог. Кстати, я как-то пыталась, не смогла. Увы, только через виртуальную машину. Вот, ну понятно, да? Соответственно, это еще зависит от окружения. Мы на это смотрим. Извините, я когда-нибудь я его снесу. И шаги воспроизведения. Ура! Самое важное, самый центр. Давайте мы изменим, что у нас эта кнопка найти отображается только после регистрации. Или авторизация. Первый шаг. регистрация. Как вы думаете, это достаточно или можно что-то добавить? Регистрация пользователя. У нас этот баг съезжает всегда, когда мы авторизированы. Понимаете? В данном случае корректно будет написать авторизация, регистрация. А можно еще проще. авторизированы. Не та, что матрица, а та, над которой мы работаем. И вот это, наверное, корректно будет. Вход системы. Ну, то есть кратко всем все понятно. То есть либо регистрация, либо вход системы. Да. Не, то есть можно расписывать, авторизация, регистрация, как бы, а может, что нам все равно. мы авторизировались, или зарегистрировались, то есть перешли в следующее состояние, где отображается вот эта формия. Понятно. Второй пункт. А второй пункт вообще нет. Можно сделать первый код на сайт, как бы, ну, подразумеваю, что можно на сайт. подразумеваю. Ну, нет, код в систему, все, у нас одинки в самом случае. Ну, сюда. В правом. Вверх, не могу. некорректно, соответственно, то, что мы писали в заголовке. Правым, верхним углом некорректно отображается кнопка найти. СМС-скриншот. Понятно, почему. Непонятно, как именно некорректно, но мы же не можем описать, что кнопка съехала, еще что. Кстати, можем написать, я так писал, ничего страшного, никто вас не покусает. Это зависит, кстати, от компании, насколько там важна. у нас, в компании в любой момент может зайти любой ваш дядечка в наш бактрекер и посмотреть, что там все написано. Вот. Ну, у кого как. Кто-то разводит политические срачки в комментариях. Я говорю еще раз, это зависит от компании. Но в целом должен быть деловой стиль, это мы должны всегда помнить. Вот. В правом верхнем углу кнопка «Найти». Кстати, про заголовок. Ожидается... Ну вот, собственно, вот тут, в принципе, ожидаемый результат можно опустить по понятным причинам, потому что что ожидается? Правильно. Правильно работающая кнопка. то есть, ну, это очень очевидно. Это правда очень очевидно. Вот. Но вообще, вообще стоит написать, ожидается. Ожидается корректное отображение верстки, например. Я еще очень часто пишу отображение кнопки в соответствии с макетом. Самый макет. Ну, понятно, да? это зависит уже от бага. Кстати, момент про то, что я написала в заголовке. Можете процитировать кто-нибудь, кто помнит? Я видела, кто-то записывал. Что? Что я делала? Процитировать заголовок. Некорректная верстка кнопки найти в шапке товара. Вот. Некорректная верстка. Я сразу в заголовке уточняю, к кому относится этот баг. Понятно? Верстальщик. Верстальщик. Да. То есть, как бы, ебно не серверный пойдет это править. Вот. Соответственно. Да-да-да. И, например, когда я пишу, завожу баг в своем случае, ну, когда у меня приложение и много-много устройств, с которым оно взаимодействует. Когда я завожу такой баг, самое первое, что я пишу, я заставляю писать всех, это название устройства, с которым я работаю. Например, там, мультиварка NB700S. Понятно, да? Чтобы все сразу понимали, вот, к чему обращаться. Еще в некоторых системах баг-трекера, например, в Microsoft, да, у Microsoft есть своя система баг-трекера, странная вещь. Вот. Есть такая вещь, как теги. Ну, всем понятно, что такое хештеги, там, Instagram, Twitter, сетела. Вот. Здесь аналогично. То есть мы пишем там. Сразу в данном случае мы пишем там. Верстка. Что мы пишем? Название проекта, например, магазин. Вдруг, ну, если не магазин, еще там сайта визитка. Поиск. Нет. С поиском все хорошо, поиск работает. Шапка. Кнопка. Шапка. Кнопка? Это верстка. Что еще надо придумать? Встаться. Какие-то гибкие гибочки. По-моему, даже, все за себя отводила. Тоже, жарко, писать, что надо, не надо. Вот. Это так. Вопросы? Вопросы, вопросы? Все понятно, да? Честно скажу, иногда для того, чтобы смысл дошел и был понятен, достаточно вообще ничего не писать, а просто присылать скриншот. Вот. Такими вещами мы страдаем, если у нас, допустим, приложение выходит с релиза через час, и там все не очень хорошо. То есть мы просто в панике скидываем разработчику скриншоты, скриншоты, скриншоты. Вот. Понятно. А то есть вопрос в обедах? Живое общение. То есть еще круче, он сидит рядом за компьютером, взял одну руку, ой, ой. Вот. Такое тоже бывает, но это уже экстренная ситуация. Честно скажу, она случается, она случается чаще, чем хотелось бы. если проект устроен хорошо и правильно функционированный, такого нет. Но до этого нужно дойти, поэтому я не раз сидела с ноутбуком на коленках около разработчика, и вот просто вот ему, просто так вот прям показывала, что вот тут, сюда, вот это, вот это, он сидел и правильно. Тогда никто не верит, что ты находишь байду, что ты вообще сидишь что-то и работаешь. А для чего мы работаем? Для того, чтобы работать или для результата? Работать. Наше лицо и главный показатель качества это когда наша работа не видна. Понятно? То есть, если тестировщика не видно и не слышно, это хороший тестировщик, это как серверник, вот то же самое. Да, вот с из админа у нас вот это схожее. То есть, если с из админ сидит и ничего не делает, это хороший с админа. Знаешь, он все вначале настроил, все отладил, у него все хорошо. Он не работает. Вот, но у нас стеревщика всегда случает какой-то пиздец, впрочем, какой у с из админа. Вот. Правда? Да. Вот. Теперь прожизненный цикл. Да. Жизненный цикл бага. Это статус. Включаем он стоит New. Допустим. Мне понравилось, что он будет доски. Я продолжу. Допустим, мы завели вот этот замечательный баг, у него, мы помним, был статус. Это значит, вы его завели, он сидит там, никого не трогает, никто его не видел. Тут до него доходит разработчик и меняет статус на In Progress. Это значит, что он сейчас в нем работает. Статус баг находится в патчинке. То есть сейчас сидит разработчик и ковыряет свой коз, чтобы поправить этот баг. Сделать какой-то костыль, построить велосипед, неважно. Он его правит. Вот. Когда статус из New переходит в In Progress, он заканчивает, он правит, и он ставит статус InQA. Если переводить на наш язык, это я поправил проверь, понятно. Вот. То есть, мы должны обязательно проверить функциональность, то, что баг исправлен, что все залито, что все хорошо, что один баг не создал еще пять багов, такое тоже часто бывает, честно скажу, чаще, чем хотелось бы. Соответственно, тогда я проверяю, говорю, что все отлично, все поправлено, этот баг закрыт. Я ставлю статус Да. Сделано. Ну, соответственно, пробовать это в работе, InQA переведен в отдел тестирования, да, это сделано. Замершен. Это хороший вариант, он случается не всегда. Вот. Другие варианты. Разработчик берет баг, ставит его статус in progress, открывает, идет по последовательности, и баг не может производиться. У него все хорошо работает. Такое случается. Тогда он ставит статус отклонен. Я сейчас буду на русский, потому что не помню, как он не называется. отклонен. Соответственно, отклоненный баг абсолютно так же переводится в InQA. Понятно. То есть, я смотрю, пишу, то есть, он мне говорит, я не поправил, посмотри. Я не поправил, потому что не смог. Обычно тогда в комментариях написывают, что не поправил, потому-то, потому-то. А дальше я подхожу и выясняю. Как правило, причина заключается в том, что баг нестабильный. Ну, какие причины могут быть отклонениями? Баг нестабильный, баг уже был исправлен разработчиком в процессе работы или другим разработчиком в процессе работы. Разработчик просто отказывается его править, потому что считает, что это косметикс. И... Ну вот, пожалуйста. А, ну, я не очень точно выразилась в своих пунктах, и сейчас он не понимает, что я от него хочу. Такое тоже бывает. Вот. Соответственно, я тогда пишу. Дальше идет... Дальше основной движ идет в комментариях. То есть мы устанавливаем, либо что он уже поправлен. То есть я захожу, еще раз прохожу по этой функциональности, захожу, вижу, что кнопка найти. Вот так, кнопка найти. Говорю, а, да, уже заведет. А, еще отклонен, может быть, когда дублируется. Например, на два тестировщика и оба увидели, что кнопка найти, что-то не так. Ну, например. Другой статус отсрочен. Почему может быть отсроченный баг? Потому что, а, мы делаем логику, нам не до этого. Окей. Еще одна причина. Ой, у нас новая верстка будет через неделю, тогда мы все сделаем, все надо переделывать. Ой, нам нужна кнопка найти, ой, нужно кнопку найти, переименовать, ой, туда нужно поставить значок, ждем дизайнера. Причина, понятно. Соответственно, собственно, это я расскажу, тут описание того, что я рассказала. Да, если данный баг не валидный или повторный, или вы просто не смогли воспроизвести, понятно. Отсрочно, если данный баг не нужно исправлять, данная итерация, ну, либо мы ждем чего-то, независимое. Например, сервер не готов, вот, ждем сервер. Открыт, отклонен, а, собственно, собственно, варианты, которые нужны в решении из каждых проблем. Если баг отклонен, в этом случае вы можете либо поспорить о судьбе вашего баг-репорта, изменить статус на приоткрыт, либо закрыт, либо статус на закрыт. Взаимодействие с разработчиком у нас бывали моменты, когда мы как фаерболами друг друга кидались багами, он его отклонял, я его воспроизводил, отправлял ему снова. Он его не воспроизводил, либо отпразивался его править, я его отправляла ему снова, повышала приоритет, там снова отправляла и так далее по кругу. Но ваша задача, вот тут момент взаимодействия с коллективом. Коллектив бывает очень разный. и ваша задача в том, чтобы добиться своего результата, не слишком навязчивого, но все-таки результативного. Отсрочен, отсрочен можно, понятно. Соответственно, можно его поставить в new или перевести в in progress, когда наконец-то придет дизайн, например. Понятно, да? Открыт, разработчик получает баг, да, он может его отклонить, но дальше, соответственно, написано, что может сделать разработчик. Разработчик может поставить его в прогрессе, типа я сейчас его делаю, там, отклонить, типа я его сейчас не делаю и делать не собираюсь. Отсрочен, типа я его сделаю попозже. Вот. И, собственно, типа я его сделаю. Никак. Понятно. А, пожалуйста, это пример системы бактрэгинга, но вы ничего не увидите, и я это знала. Как и чек-лист. Брав. Ну вы, но скриншоты очень плохо отображаются, на самом деле, по этой теме, скорее всего, дам вам на самостоятельное изучение системы... Здрасте. Там просто лапинка. Именно поэтому я... Ну, просто я вам сейчас расскажу заголовок. А, это номер бага, он наставляется автоматически. Тут, кстати, как такой же важный атрибут, который здесь выпускается, как и ID. Помните, я говорю, что обязательно должен быть ID? Тут он есть, но он ставится автоматически. Описание проекта было, собственно, у меня тут написано SkyCooker M40, ну, некорректно работает режим мультиповар. Понятно, да? То есть я говорю, какое устройство, я говорю, что это режим мультиповар, у меня там режим барка, жарко, мультиповар. Там, ну, еще кучу. Сейчас я пишу, что мультиповар, и дальше, дальше, дальше. Дальше я пишу описание, что go туда, go туда, go туда, click start. Ожидается результат такой-то приготовления, результат неприготовления. Понятно. Возможность добавить баг, здесь название проекта, приоритет, тип, тип это, вот как раз вот тут есть пункт тип, это очень интересно, это баг, или это таска, или это улучшение, или это косметикс, или это юзабилити проблем. Понятно. С точки зрения меня, это все баг, если честно. С точки зрения разработчиков, им очень важно, что там косметикс, и так далее, ну это важно в принципе для определения приоритетов и всего прочего. Здесь проекты, к которым это относится, iOS, ну у меня какие варианты могут быть? Сервер, iOS, Android, Qt. Понятно. Это за какой промежуток времени, но у нас скрам-система, у нас каждые две недели мы должны предоставить небольшой отчет о результате. Так вот, к какому результату разработчик должен это все поправить, по моему мнению, к такому мы это и не ставим. Ну а дальше тоже мне надо оставлять. Вот, тут комментарии как раз, мы дублируем на русский, на случай отсутствия двойных трактований, ну и комментарии разработчиков. Понятно. Возможно добавить файлы. History, это, кстати, очень важная вещь, History, это каждый ваш измененный, и каждая ваша измененная буква будет записана. То есть если вы зайдете в History, то там написано, что баг заведен таким-то, баг, поправленная буква такая-то, в такой-то строчке. Почему это важно, как вы думаете? Если кто-то решит изменить то, что вы написали. Если кто-то разработчик возьмет и что-нибудь изменит потихоря. Такого, конечно, нет, обидеть не может, все мы хорошие люди, но мало ли. Вот. Понятно. Либо кто-то удалил картинку. И так далее. А вот вопрос. Это обязательно взять на английском? Еще потом русскую... У моей компании обязательно. То есть это от компании зависит? Да. Да. В моей компании, почему у нас введено заведение всех багов на английском, а, кстати, тест-кейсы мы пишем на русском, я объясню. Потому что у нас предполагается прозрачная система разработки. То есть любой наш заказчик, мы продаемся. Мы говорим, здравствуйте, любой какой приз за ваши деньги. И мы это дело сделаем классно. Они такие, а как вы это классно сделаете? Мы такие, ну смотрите, баги у нас заводятся вот так. Документация у нас вот такая. Внутренние митинги мы проводим вот так. Понятно. У нас иностранные компании, иностранные партнеры. Понятно. Кому-то это совершенно не важно, для кого-то система баг-трейкер, это внутренний проект, там они могут писать подороженные кнопки и так далее. У меня это делать уже нельзя. Хотя вначале было можно. Ну, классный проект выгорел, круто, но что-то это поменялось. Вот. А носитель английского, на первых этапах, он вам может быть не нужен. но рано или поздно вы всегда упрётесь в то, что это станет вашим тандусом. Вот. Ну, это как бы вот такая особенность. Вот, да. Это всё, что я хотела бы. Так. Вопросы? Сколько времени, кстати? Пять минут. Сколько у меня ещё осталось? Понятно. Ну, сколько надо? Понятно, да. Вопросы? А вот у меня вопрос насчёт вот, там, где мы чек-листы писали. Там нет нигде строчки, где можно было написать основные какие-то сведения? Я вот и нашла. Что вот такое общее информацию такое? Сидечки нет, обычно есть. Например, в тест-линке она есть. Там такое бывает, это удобно. Просто вот если я написала какую-то дополнительную информацию вот в описании, там есть название, и краткое описание, что такое будет. Вот если я там принято, что это будет ошибка? Нет. Ничего не будет ошибкой. Это с кейса, это с плана, это исключительно твоя инициатива. Это то, что делаешь ты. То есть, если ты в этом не запутаешься, если у тебя принято так делать, то ради бога. Вот. То есть, это твой, твой. Вот. Можно, если вопросы по этому теме. Есть вопросы? Нет. Хорошо. Кто-то хочет мне показать вот то, что он сделал? Поднимите вот так. Понятно, ты? Да, я не сейчас там ничего. А, ну хорошо. Ну ты можешь мне потом все эти скинуть. Я не могу сразу ответить. Некоторым ты еще одни через два, но я тебе, кстати, ответила. Да, да. Я уже читала, когда мы пришли. Я не хотела уже писать спасибо, но я помню. Я в метро не приехала, просто как раз нашла эту тему. Вот. У меня, кстати, на сайте, во-первых, первое, что я смогла, зарегистрироваться, потому что, возможно, на свою стандартную почту, потому что у меня там нижнее подчеркивание было в почте, возможно, из-за этого. А у меня два нижних подчеркивания. И зарегистрировались. А с первого. И у меня тоже нижняя подчеркивание. И кнопки там еще не работали. Там что-то не поможет. Это же мне. Ну, шифт с чем-то. Ну, на сайте. А, да. Вставили ситечка, а другой, да? Ну, вот, которые давали... Ага, супер. Все. Они работают же. Вы понимаете, что работать через какую-то комбинацию, это, конечно, баг, но он настолько лоу. Ну, нет. Там просто другого способа вообще не было. А. То есть, по крайней мере, не нашла. Для заведения вот это есть, то есть тоже, там, шифт и пробел. И я нажимала, у меня ничего не получило. Потом я еле-еле нашла, как вставлять. Там нужно правой кнопкой мыши нажать и добавить вниз. Вот так. Я, кстати, долго искала. Долго. У меня вообще не получалось правой кнопкой мыши. У меня с этим проблема заключается в том, что у меня макро, у меня все идет через комы. Вот. Вот. У меня ком получалось. Первое поля вставила из Excel, как-то написано импорт из файла, а потом уже добавляла вниз. Правая кнопочка. Там, кстати, есть такая кнопка, если правой кнопкой нажать и жми, типа, сделать набор кейса регистрации, он тебе автоматически все вот эти самые популярные варианты, которые мы с вами прорабатывали, он вам сделает. Пробуйте это сделать. Мне это очень повеселило. Вот таким способом я нашла как раз. Да, да, да. То есть это сразу же несколько штук себе выдает, которые только можно, ну, там... Ну, это русский вариант сделать баг-трекер. Я вам могу сказать, это далеко не самая лучшая функциональность, но это лучшее, что есть. Потому что... Есть еще тест-план, который делает Microsoft. Он в виде такого зеленого алмазика. Просто. Просто без комментариев. Это ужасно. Я не знаю, почему для тестировщиков делать такое ужасное ПВ, это просто аты погибли. Это ощущение, что их делают тестировщики. Вот. Но... Тестировщики плохие разработчики. Ну, то есть, если это не автоматизирование, а тестирование. Поэтому... Вот. Хорошо. Всех могу индивидуально, кому как удобнее, скажите. Как вам? Смотря какой-то, я не знаю. Ну, вот это. А, смотри, посмотрите. Вот. Вот. Из домашнего задания... Ну, первое. Кто сделал тест-план? Вот этот. Тест-почек есть. Если там есть баги, заведите их. Заведите их в вольной форме регистрации. В форме Excel. Домашнее задание еще следующее. Самим погуглить. Вот тут, потому что я сама не гуглила. Я хочу, чтобы была какая-то ваша инициатива. И посмотреть среды разработки. То есть, о чем я вам рассказывала. Джира, Redmine и так далее. Посмотрите, почитайте. В Redmine можно зайти зарегистрироваться самим. И посмотреть, попробовать завести какой-нибудь пап. Посмотреть, как эти проекты делаются. Посмотреть, насколько они неудобны все. Вот. Ну, и так далее. Вот. Еще из домашнего задания читать литературу. Я очень много вам поскидывала сегодня. Может быть, кто-нибудь видел, да? Я думаю, ссылки в комментарии не будут ходить. Их много, да? Их много, да? Ты все прочитала? Интересно? У меня было сложно, но я все прочитала. А что? Ну, я прочитала всю главу Савина. Да, это еще было точно. Вот, кстати, как у вас от Савины? Ну, он там такие, кто-то отходит вправо-влево. И меня лично это путает. То, что он не четко пишет, а какие-то примеры там приводит. Ну, про огурцы и бутылки. Ну, типа того, да. Но меня это отвлекает. Пока я читаю про эти огурцы, у меня мысль уже о огурцах, а потом опять об этом. И как-то немного не сосредоточься. Мне поэтому не очень нравится. Ну, это вправо, не впускается. Ну, это, конечно, забавно, но у меня этот смысл сбивает. У меня изгодная привычка, если я кому-то что-то советую прочитать или советую изучить, я это читаю, перечитываю сама. Вот. Поэтому второй раз читается Савин как сборник анекдотов. Вот честное слово. Да. Ну, шуточки у него старомодные, я лучше вам скажу. Ну, кстати, Савин, он человек, который когда-то уехал в русский иммигрант. Соответственно, да, шуточки. Ну, это не понятно. Да, да, да. Вот. Ну, нет, я тогда всех задерживать не буду. Те, кто хочет домашнее задание показать, я хочу посмотреть. Там что-то как. Мне просто интересно, как вы это все усвоили. Из домашнего задания я вам почитаю статьи, которые я вам написала, подготовить по ним вопросы. Там есть такая большая статья. Это вопросы, которые очень часто задают на собеседовании. Это для вас важно. Почитайте то, что есть. Подумайте, какие вопросы по пройденным материалам вам могут задавать. И я думаю, что вот на последних занятиях я вас поспрашиваю. Вот именно как на собеседование. В том формате, в котором это делала, например, я. И в том формате, в котором собеседовали меня в разных компаниях. Вот. Кстати, интересный момент, очень многие разработчики очень часто слышала, сама удивилась, думала, фигня, потом сама пробовала. Ходить по собеседованию. Т.е. вы не ищите работу, все хорошо, зарплата ок, все зашибись, вы ходите по собеседованию. Т.е. Это интересно. Интересная задача. Обычно, я помню, сидели разработчики и 4 часа придумывали самые сложные, интересные, заковыристые задачи для людей, которые приходят на собеседование, понятно, да? Встал в этом момент, где вы должны показать себя в красе. И вот каждый, каждый придумывает своё, каждый придумывает загадку, а разработчикам интересная загадка. Каждый так же, как и к стеропчикам, кстати. И походить по собеседованиям – это интересно, правда. Даже если вас отошлют, даже если вы не ищите работу. Другой вопрос, что вакансии тестировщиков не так уж много, по крайней мере, для начинающих. А ты сейчас? Я, кстати, нашла неделю назад. В курсе, что вакансия тестировщика открыта на почте России? Вот я снялась! Это как у меня в переписке было, что может пойти, может как-нибудь себе карму поднять, но там стране лучше сделать, еще что-нибудь. Карму себе поднять можно, но жизнь испортить можно капитально. Уже месяц висит, по-моему. Это ладно, есть компания, наберите клик персонал, они ищут удаленного тестировщика всю мою тестировочную, при том они ищут старшего тестировщика, всю мою вообще тестировку. Четыре года. Ища поменяются. Это говорит о большой текучке. Да. Это говорит о большой текучке. Обычно. Или они очень часто бывают, что ты заходишь, обязательные требования, знание языка на уровне разговорного, умение написания, знание жизненного цикла по опыт работая трех лет, написание тест-кейсов, тест-планов, автоматизированное тестирование, звать знание минимум двух языков разработки, умение взаимодействовать с коллективом, танцевать с губном и так далее. То есть это то же самое с разработчиками, просто очень много требует. Не знаю, чего хотят. А вот такой момент. Я знаю Яндекс, у тебя тестировщика, причем они сейчас предлагают стажировку пройти. Тестовое задание, для которого не нужно знать язык Ялы. Да, знаю, кто ходить. У меня есть два друга тестировщика. И в какой-то момент, когда они искали работу, они им сделали тестовое задание, причем они даже один был с опытом уже. Им были клёвым, мы поучимся, в Яндексе устроимся, они их не взяли. Они уже ищут там полгода, по-моему, тестировщика стажировка. Они всегда ищут тестировщика. Они всегда ищут тестировщика. Почему они никого не берут? Я работала в Яндексе, они берут. Они берут? Они берут. Я же не смогу вернуть. У них были минимальные требования. Даже покажите, что хоть вы что-то знаете. У вас у меня уже стажировка четыре недели, она плачет. Я вам объясню. Тоже устраиваться в Яндексе или в Яндекс.Деньги так же, как и в Гугл. У меня, кстати, есть знакомая, которая четыре месяца устраивала в Гугл. Один раз. Нет, один раз она устраивалась три месяца. Второй раз она устраивалась четыре месяца. С интервалом в год. Вот. Еще не удачка? Она устроилась? Нет. А что она делается? Что она купила? Вот. Ну, это отдельно. Google — это отдельная история. Фишка в том, что Яндекс, он всегда ищет людей, которые нужны. То есть, у них там... Как объяснить? У них всегда есть новый проект, они всегда расширяются. У них всегда кто-то перерастает и уходит. У Яндекса есть, по моему мнению, свои плюсы, очень важные. Есть свои минусы. Вот. Плюсы заключаются в том, что... Массажист раз в неделю. Питание на шесть тысяч, офигенный офис там, никакой там... Все легко и просто. У нас уже нет массажа. А? Ну, нет массажа. Ну, может быть, уже нет массажа. Да, нет, но Яндекс прекрасен, замечательен, но он имеет свои недостатки в том плане, что там все уже организовано. Понятно, да? То есть, до какого-то потолка ты там дорасти сможешь, можешь стать очень хорошим специалистом. Но если хочется экшена, то это не туда. Вот. Ну, не знаю. Это хорошая компания, туда стоит стремиться. Это очень хорошая заметка. Причем, кстати, для некоторых большие компании это, скорее, минус, нежели плюс к этому устройству. Вот. У меня опыт работы, правда, в Яндекс деньгах два месяца. Мне там понравилось, но не сложилось. То есть, и я собиралась идти, и мне так уже так, ну, вот. Просто не сложилось. И там, как вам объяснить, там очень круто, там замечательно, но там вот ты сидишь на своей вот этой ставке, она повышается. У вас есть ежеквартальная премия, ну, там, стараешься, чтобы получить там не ежеквартальную премию 50%, а 80% зарплата, ну, и так далее. Вот. Мне нужно больше экшен. Вот. Ну, и так далее. Можем, конечно, попробовать разобрать тестовое задание, но я не уверена в его правильности, потому что я его не делала. Вот. В компонент. Так что вот. Ну, все. Тогда делайте домашнее задание. Если что-то пропущенное, читайте статьи. Так, ты остаешься. Все. Ты, если захочешь, можешь мне скинуть, там есть импорт файла. Спасибо. 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 Спасибо.